Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Вам же хорошо знакома наша гостья Гузель Магасумова, партнер Skyway из Челябинска, из города, где живут, сколько нам всем известно, суровые люди, но она совершенно не такая, хоть и является, можно сказать, даже чемпионкой, скалолазкой, альпинисткой, которая продолжает славные традиции людей, вдохновляемых Skyway на всяческие свершения, вспомним и чемпиона по гребле и по поднятию тяжестей. Здравствуйте, Гузель. Михаил, здравствуйте. Как прошло путешествие на гору? В начале февраля я вместе с группой полетела в славную страну Танзания, в которой находится наивысшая точка африканского континента, Африки. Ее даже называют крыша Африки, это гора Килиманджара. И было желание, некое, можно назвать это вдохновением, чтобы уже на этом континенте, на вершине этого континента также было знамя проекта Skyway. Тот флаг, который был со мной на Эльбрусе, именно он же поехал и на Килиманджаро. И если я решу отправиться в следующее путешествие, он же посетит оставшиеся вершины других континентов. А что-нибудь там осталось все-таки? Да, небольшой маленький флаг, который был, соответственно, вбит в землю, на котором я написала слова благодарности каждому партнеру, кто так или иначе поддерживает проект Skyway. Я думаю, если кто-то захочет пройти по вашим стопам, может быть, вы расскажете вообще организационно, сложно ли это, что вы предпринимали для того, чтобы совершить, во-первых, путешествие в славу Skyway, а во-вторых, я думаю, просто увлекательную туристическую поездку. Сам вулкан Килиманджаро, он по пути восхождения начинаешь проходить практически все климаты, которые существуют на Земле. То есть ты начинаешь в джунглях, в тропиках и заканчиваешь уже в Арктике, где, соответственно, вечный лед, как говорится. Настолько становится уже тяжело физически, включаются животные инстинкты, то есть нужно выжить. И у нас были ребята в группе, кто постоянно хотел присесть, пожаловаться гиду, ну то есть сколько еще осталось, а нам еще наверх идти. И вот очень важный момент, который я в очередной раз для себя вынесла, это умение взять ответственность за свои действия. На вершине, в данном случае Килиманджаро, там не сидит Бог, который исполняет желания. Там нет просветления. Это меня удивительно. Да. Гора показывает, какой ты есть лучше любого зеркала. То есть в связи со стрессом, в связи с этими ситуациями у человека спадают маски, вот. И очень много, в том числе, себе замечаешь. Самое главное – себе замечать. Вот здесь, когда ты уже прошел порядка там пяти тысяч, пятисот метров, остается триста, они самые сложные. И когда делаешь каждый маленький шаг, который ведет тебя на вершину, и вот вспомнилась мне эта молитва Экзупери, что научи меня искусству маленьких шагов, потому что делая, пусть и маленькие шаги, соответственно, на пути какой-то своей вершине, какой-то своей цели, рано или поздно ты все равно туда придешь. Познакомились с ребятами, и они рассказали такую историю, что их друзья, новобрачные, решили экстремально отметить свой медовый месяц и провести его на Эльбрусе. Вернулись и развелись. Абсолютно верно. Вот, поэтому гора, да, горы, они такие, они очень хорошо показывают суть человека, и очень важно, с кем ты идешь в это путешествие. Но оно, оно того стоит. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и наш с вами общий флаг всегда будет находиться на недосягаемой высоте. Строй Skyway! Спасай планету! Строй Skyway! 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 Субтитры создавал DimaTorzok